Каскадер Отчаянные лихачи на экране в жизни совершенно другие люди. Никогда не забывают о главном правиле – безопасность прежде всего. Спина, колени, локти в обязательном порядке, остальные части тела можно прикрыть уже под какой-то определенный трюк. Падения после ударов, выстрелов и взрывов называются отыгрыши. Это наиболее распространенные трюки. Несмотря на огромный опыт, каскадеры отрабатывают их месяцами напролет, постепенно избавляясь от дополнительных средств безопасности. Итак, ты готов? Я готов. А ты готов? Готов? Ты че? Это он играет, я уверен, с ним все хорошо. Все нормально. Сейчас Влад готовится к новым трюкам. Падением с лестницы его уже не удивить, но первый раз, когда столкнулся с таким риском, запомнил навсегда. Я убегал, меня стреляли в спину, я умирал и катился вниз. Семь дублей прошло, но было тяжело. Режиссер говорит, снято. Я такой, да, наконец-то. Переходим, снимаем то же самое с другого ракурса. Еще дублей семь было. Защита на мне была, но такие мелкие царапины остались. Одни специализируются на постановочных драках, другие работают с ними периодически. Так или иначе, все каскадеры повышают мастерство в спарринге. Прежде чем в кадре виртуозно размахивать мечом, мучат комбинации с тренировочным оружием. Евгений Копцев переквалифицировался из обычного актера в каскадеры три года назад. Любовь к риску и опасности взяла верх. За это время какими только трюками не занимался, самые сложные – с животными. Это какая-то мотивация для развития, как в спортивном плане, как и в творческом. Для актера важно быть всесторонним, развитым, чтобы максимально выполнять опасные и интересные трюки в кино. Такие актеры универсальные, и у них больше всего шансов завоевать ежегодную премию Мировой Академии Каскадеров. Стефан Филатов, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин